Друзья, привет! Вы слушаете подкаст «Корочая история». Сегодня говорим о великих градусных экспедициях. История, которая в 18 веке наделала очень много шума в научной среде Европы. Можно сказать, что экспедиции были таким первым серьезным международным проектом, и в их результатах были заинтересованы не только ученые того времени, но также и правители государств, в первую очередь, конечно же, Франции. Однако это не помешало участникам экспедиции попадать в очень опасные для жизни приключения и порой заниматься делами, несколько далекими от изначальной цели. Например, один из ученых, Шарль Мари де ля Кондамин, выяснил, как наиболее эффективно лечить малярию с помощью коры хинного дерева. А партнер сегодняшнего выпуска – ТЦ Мега. Мы уже успели подружиться с Мегой, и вы, наверное, слышали, что в течение этого года мы сделали вместе не один выпуск. Год подходит к концу, и мы просто обязаны рассказать вам о том, что Мега приглашает всех на праздники. Какая бы эпоха не стояла на дворе, пусть даже ковидная, ничего не сможет забрать у нас праздники. Пускай не все смогут почуять запах мандаринов или вкус шампанского, но, возможно, меньше людей скажут, какая гадость ваша заливная рыба. Но это не главное в праздновании Нового года. Куда важнее радоваться. Давайте в новогодние праздники удвоим все хорошее, что есть в нас. Удвоим праздник, удвоим сюрпризы, удвоим подарки, удвоим любовь, удвоим позитив. Давайте максимально использовать время, которое у нас есть. И пусть этот Новый год станет для нас чудесным вдвойне. А чтобы еще больше проникнуться Новым годом, по ссылке в описании вы найдете много интересных статей. Мне, например, понравилось удваиваем стиль про парные наряды на Новый год. Задача максимум – одеться на праздник не только стильно, но и угодить своим нарядам сильному и благородному символу года – тигру. Даже если вы не верите в эзотерику, немного удачи и позитивных установок в наступающем году не помешают. Очень интересно и очень вдохновляюще. Приходите в Мегу за радостью и за подарками. На новогодние праздники и того и другого там будет достатки. Ну, а помогать сегодня нам в путешествии по страницам этой интересной, безусловной истории будет Елена Журавлева из подкаста «Геодезия отвага». Елена, привет! Доброе утро! Давай начнем сразу с того, что послужило поводом для вот этих экспедиций и, в принципе, какую пользу они должны были принести. О, отлично! Давай немножко откатимся назад, в 1733 год. Тогда в Париже снова вспыхнул спор о форме Земли. Это был довольно популярный спор, и спорили, какая она сплюснутая, как тыква или вытянутая, как дынь. Дело в том, что сама история о том, какой форме Земля, она довольно старая. Первый раз ее поднял Ньютон, поскольку Ньютон, Исаак Ньютон, англичанин, утверждал, что Земля должна быть сплюснутая, по лесу, похожа на тыкву. А другой ученый, французский ученый 17 века Рене Декарт, для парижан он соотечественник, поэтому важнее, апеллировал к тому, что Земля должна быть немножечко вытянутая, похожая на дынь. Позицию Декарта подтверждали экспериментальные наблюдения одной астрономической династии, это была династия Кассиния. Парижские астрономы, которые в течение лет 70 измеряли парижский меридиан и вроде как поняли по результатам своих измерений, что действительно Земля должна быть немножечко вытянутой. А позицию Ньютона подтверждал только здравый смысл, никакого эксперимента не было. А что для ученых означает утверждение без эксперимента? Спор был стар, Ньютон был к 1933 году уже 10 лет как мертв, и возникает вопрос, а почему же собственно он снова возник в Париже, почему по этому поводу начали ломаться копья. А дело в том, что во Францию из английской ссылки вернулся некто Шарль-Мари Роя, более известный как Вольтер. И он свои наблюдения за англичанами принес во Францию, а еще пытался заразить парижан любовью к Ньютону. А он привез в Париж ньютонянство. Причем ньютонянство Вольтера, оно доходило до одержимости, он его очень любил и очень пытался физически популяризировать идею науки и очень агрессивно продвигал основу натуральной философии своего кумира. На тему ньютонянства писались работы в Академии наук. Например, математик Мопертюи, сам Вольтер, женщина-математик Эмили Дюшатле очень активно занимались такими работами и писали всякие описания работ Ньютона, спорили по этому поводу не только в Академии, но и в кафе. Вот, например, было такое известное место – кафе Градо. Там как-то раз на беседу о ньютонянстве пригласили Эмили Дюшатле, а женщин в кофейне не пускали. И чтобы поучаствовать в научном споре, ей пришлось переодеться в мужское платье. Только тогда она смогла принять участие в дискуссии. Так вот, поскольку спор о том, какая земля сплюснутая или вытянутая, снова стал актуальным, глава ньютонянцев Парижа, математик Пьер Морода Мопертюи, с коллегами в кофейнях, где-то за чарочкой вина, обсуждал идею, как же сплюснуть из земли, доказать экспериментально. Разумеется, это должна быть научная работа за государственный бюджет Академы Горячей. И пока он одни локации для эксперимента отвергал, а другие предлагал, его протеже, астроном Вой Гаден, подсуетился и на очередном заседании Академии наук предложил направить экспозицию к экватору, в вице-королевство Перу, это заморские владения Испании, чтобы там измерить длину дуги 3 градусов Меридиана и сравнить 11 градусов с длиной дуги Парижского Меридиана. Все это случилось в декабре 1933 года на таком рутинном предрождественском заседании Академии наук и оказалось щелчком по носу Мопперти, потому что Мопперти уже предлагал эту идею, но сам отверг ее как несбыточную, потому что в Испании идет война, а доступный экватор где-нибудь в Африке, ну там слишком дико. Наверное, стоит сказать еще то, что и путешествие в Южную Америку поближе к экватору вряд ли можно было назвать все-таки безопасным. И, мне кажется, не только из-за дипломатических и политических разногласий Франции, Испании, но, в принципе, Южная Америка, которую активно осваивали 16 век, все еще оставалась даже в те времена достаточно диким, опасным краем, в особенности из-за климата, достаточно суровой для неподготовленных европейцев, и болезней. Даже в 19 веке люди, решившие поучаствовать в калифорнийской золотой лихорадке, выбирали, какой из путей для них более безопасен. Обогнуть Южную Америку с юга, через мыс Горн, или высадиться где-нибудь поближе к Панаме, пройти немножечко пешочком, рискуя подцепить малярию или холеру, и сесть на корабль на Тихоокеанском побережье. И, разумеется, чаще выбирали не Панаму. Проще было поплыть на корабле. Ну, а в принципе, давай, извините, я немножечко отвлекся. Возвращаясь к экспедициям. Как эти экспедиции организовывали, и все-таки государство дало какие-то средства? Или мы знаем, что иногда частные какие-то графы, маркизы давали своих фондов на такие предприятия? А, да. В нашей истории это и так, и так. Дело в том, что смелое предложение Луи Гадена встретить дорогую международную экспедицию на край света понравилось попечителю Академии наук. То есть к государственному человеку, который отвечал за нее и за ее снабжение. И это был граф Жан-Фредерик Филиппо де Мерипа. Он, собственно, утвердил проект экспедиции. Назначил молодого астронома Луи Гадену было 30 лет. То есть он довольно юный товарищ, руководителем миссии. Мерипа обещает Гадену неограниченный бюджет из казны. В таком режиме, что когда вам нужны деньги, вы показываете мою бумагу, и любой губернатор территории, на которой вы находитесь, выдает вам столько денег, сколько вы хотите. Кстати, это, забегая вперед, оказалась крайне плохо работающая схема финансирования. Из-за этого у экспедиции было потом много проблем. Корона потом должна была все этим губернатором возместить. А дальше Мерипа, поскольку он был госсекретарем двора, не только попечитель Академии наук, он занялся решением дипломатических вопросов. Поскольку экспедиция международная, в первую очередь надо было получить согласие испанского короля. Почему, казалось бы, граф Мерипа заинтересовался таким дорогим предприятием? То есть, конечно, очень хорошо. Международная экспедиция поднимает престиж французской науки и позволяет утереть нос тем товарищам по ту сторону Ла-Манша. Но она должна быть невероятно дорогой. А дело в том, что Мерипа занимал при дворе разнообразные должности. И помимо того, что он родил о науках, он еще занимался развитием военно-морского флота Франции. И строить новые корабли получалось, прямо скажем, не очень. Денег было мало, верфи были пусты, и вот тут были всякие сложности. И до сих пор заморские территории Испании, туда, куда, собственно, предлагала отправиться Каден, были недоступны из-за всяческих войн, которые сменили собой войну за испанское наследство. И в последние из этих войн Франция и Испания выступали по разные стороны баррикад. То есть были врагами. А с ноября 1933 года, то есть буквально месяца два до того, как Каден предложил отправиться в заморские владения Испании, наступило перемирие. Самое время было безопасно осваивать новый свет, опробовать новые модели кораблей и посмотреть, что там испанские коллеги у себя понастроили. За то время, что с ними не особенно общались. Более того, Карибский регион был вообще лакомым кусочком с точки зрения расширения торговли. И, среди прочего, именно поэтому граф Мурепа был очень заинтересован в этой экспедиции. Ну, что может быть приличнее, чем заявиться в чужие владения и посмотреть, нельзя ли поторговать где-нибудь на побережье. И вот переписка с Мадридским двором длилась целый год, 2734 год. Заручились не только разрешением испанского короля, но еще и кредитом в 4000 песо, которые потом французская корона должна вернуть испанской. А за это время Луи Каден должен был подобрать команду и озаботиться инструментами, которыми ученые должны были измерять длину токи Меридиана. Немножко про то, кто это был, астроном Луи Каден. Это такое молодое дарование Академии наук. Он в очень юном возрасте стал академиком-пенсионером, то есть академиком на содержание. Он был выпускающим редактором Академии наук, мемуаров Академии наук за конец XVII века. И про него говорили, что он отличный наблюдатель. Он работал в Парижской обсерватории. Его учителем астрономии был сам Жозеф Николя де Лиль. Это очень известный астроном, который еще трудился вместе с Кассини, а в момент, описываемый нами историей, де Лиль занимался тем, что он ставил российскую астрономию в Петербурге, потому что именно он является ее создателем. Короче говоря, Луи Каден – это такой молодой человек, одаренный, чувстволюбивый, красивый, но при этом не обладающий опытом руководства людьми и не имеющим опыта в путешествиях. И вот в качестве эксперта по путешествиям, он же собирал команду, Каден пригласил товарища по кружку ньютонианцев – Шарли Моридо Лакандамино. Это такой легендарный дядька, он не остался в учебниках, но в свое время был весьма популярен. У него был очень добрый нрав и невероятно смелый. В свое время Лакандамин был весьма знаменит, потому что он популяризировал науку, он очень хорошо рассказывал истории о своих путешествиях, успел повоевать с Испанией, поплавать с бывшим французским корсаром, а потом адмиралом по Средиземному морю, освобождая попавших в плен французов-христиан, успел поэкспериментировать с астрономическими наблюдениями, успел подружиться с Вольтером и вместе с ним, кстати, устроить такую сомнительную авантюру, когда они с Вольтером выкупали лотерейные билеты, и в итоге из-за того, что они немножко набухлевали с этими лотерейными билетами, каждый из них заработал по 15 тысяч ливров. Правительство тогда не могло выплатить долги по государственным облигациям и устроило лотерею. И каждый, у кого была облигация, мог приобрести лотерейный билет, и цена лотерейного билета зависела от того, какой у тебя номинал облигации. Так вот, Лакандамин с Вольтером взяли и скупили все-все-все облигации маленького номинала и гарантированно взяли самую большую прицельную билет. Их потом за это правительство пыталось прищучить, потому что это вроде как мухлёж, но не нашло к чему прицепиться. Вообще-то, кстати, Лакандамин в Академии наук занимал по какой-то причине пост адюнт академика по химии, хотя занимался астрономией, потому что тогда очень многие вещи решались через знакомство, а свободной позиции астронома или геометра в Академии не имел. И вот кроме Гадена и Лакандамина в костяк экспедиции входил еще один ученый, и это Пьер Буге. Его порекомендовал сам граф Мерепа, а Гаден не мог отказаться. И, кстати, именно Пьер Буге его еще иногда у нас называют «бугер» в русскоязычной литературе, и сегодня знаком по учебникам геотезии, гидрографии. И в XIX веке его сочинение, Бугерово сочинение по навигации, было учебником для штурмана. Это был такой 37-летний, немножко рисковатый человек из Британии, который очень плотно работал с графом Мерепа, потому что Буге первый во Франции разрабатывал именно теорию кораблестроения, потому что до него суда строили на глазок, а он предлагал для расчета формулы. Ну и к тому же Пьер Буге преподавал гидрографию и принимал штурманские экзамены в Гавре. И через него проходил буквально каждый второй или третий штурман во Франции. Лена, а как все-таки испанская сторона отреагировала на такое предложение от французов, с которыми они тут еще буквально там мало времени прошло с момента последней войны? Тем более, зная особенности мадридского двора, можно предположить, что, наверное, испанцы все-таки какие-то солидные требования выдвинули. Как ни странно, ни особенно, его католическое величество, король Филипп V, дал разрешение на пребывание иностранных ученых в своих землях. Более того, он обещал полную поддержку этим исследованиям, но, правда, поставил одно маленькое условие, что к экспедиции должны присоединиться два достойных молодых морских офицера, которые смогут из-за этого перенять научный опыт у коллег и помочь им в научных исследованиях. И вот когда я про это читала, это звучало как «Мы сейчас пошлем наших военных, чтобы те надзирали над вашими учеными». Но на самом деле все было не так. Этими двумя достойными офицерами были назначены выпускники Академии гардемаринов Хорхи Хуан де Санта Исилья и Антонио Ульо. Это были два молодых 20-летних человека в высшей степени квалифицированных, подготовленных и блестящих, потому что Хорхи Хуан успел уже поучаствовать в морских сражениях на Средневном море, а Антонио Ульо в юности уже несколько раз сходил до Картахена Индийской на Галеоне. То есть они, несмотря на свои 20 лет, были довольно опытными. Прекрасно разбирались в астрономии, знали навигацию, знали французский, но они имели одно маленькое секретное поручение от правительства. А дело в том, что в составе научной миссии, формально являясь учеными, Хорхи Хуан и Антонио Ульо должны были наблюдать за своими соотечественниками, что там происходит в вице-королевстве в Перу. И обо всех признаках злоупотребления власти на местах они должны были докладывать непосредственно в Мадрид с секретными поручениями. Потому что в те времена в вице-королевстве в Испании, вот в частности в Перу, бытовал такой принцип, его потом начали называть «Обедеско первонокумпло», то есть «слушаюсь, но не повиную». И Филипп V хотел с этим бороться. Кстати, про Хуан и Ульо еще буквально пару лет назад в Википедии можно было найти совершенно разные сведения. То их называют учеными, то монахами, то военными. И действительно, и то, и другое третье про них правда, потому что они были офицеры военно-морского флота Испании, но при этом оба состояли в монашеских орденах. Экспедиция стала только началом их карьеры, потому что они оба прожили очень большую плодотворную жизнь. Хорхи Хуан займется восстановлением испанского военного флота, будет работать шпионом в Англии, выписывать и красть английских инженеров, чтобы устроили испанские корабли. А Антонио Ульо побудет адмиралом, побудет адмиралом Армады, станет на какое-то время губернатором Луизианы. В общем, у них обоих будет очень большая плодотворная жизнь. Вот если вернуться к нашей экспедиции, то в мае 1935 года, то есть буквально через год после того, как ее предложил Луи Гаден, вся команда, французская часть ее, поднялась на порт 44-х пушечного флейта Порта Фе и держала курс на Мартинике. Потому что этот самый флейт совершал свой последний рейс в качестве судна на службе. Он вез продукты и припасы жителям колонии Мартиники и заодно должен был доставить ученых в Карибский регион. Кстати, из-за того, что корабль вез припасы и продукты для жителей колонии, у капитана корабля возник конфликт с Луи Гаден. Один из первых конфликтов, которые вообще у них были, а их было много. Потому что у ученых было 69 ящиков с инструментами и личными вещами. А значит, они занимали изрядную часть трюмов и багажного отсека. Так вот, пока ученые в путешествии идут под всеми парусами на запад, есть смысл поговорить о том, чем они собирались заниматься в течение, как им тогда казалось, короткой четырехлетней экспедиции. Ну да, действительно. Какие у них все-таки задачи были? Какими инструментами пользовались? Все-таки 69 ящиков, да, если я не правильно услышу. Это солидный такой багаж, тем более для кораблей тех времен. Точно. 69 ящиков, им еще казалось мало. Вообще, как помнишь, им надо было измерить длину дуги меридиана на экваторе, чтобы потом сравнить длину дуги меридиана в районе Парижа. Зачем это делается? Если Земля была бы круглой, то длина дуги меридиана в один градус везде имеет одинаковую длину. Х километр, 101, например. Если Земля сплюснутая, то длина дуги меридиана в один градус на разных широтах будет отличаться. И на основании их измерения можно будет сделать вывод о том, вытянутая Земля или сплюснутая. Гаден хотел перестраховаться и заодно заложить бюджет на свою миссию немножко побольше. Поэтому он предлагает не мельчить, не мерить длину дуги меридиана в один градус, раз уж мы отправляемся к экватору в неизвестные места, мерить длину дуги меридиана сразу в три градуса. То есть это что-то типа 330 километров, довольно большое расстояние. Когда он все это планирует, ему еще приходят из России от его учителя Дели и такой ехидный совет. Молодой человек, вы бы не мельчили и могли бы измерить длину дуги меридиана от кита и прямо аж до самого мыса горна. Почему бы нет? Вот ведь вам большая величина. Напрямую такую величину палочками, рельветочками, веревочками понятно, измерить невозможно. И даже не очень понятно, как прямую линию в три градуса, то есть 300 с лишним километров, просто разметить на место. Для того, чтобы измерить длину дуги меридиана, это называлось градусное измерение с 17 века и до, кстати, конца века 20-го применялся такой метод, как треангулят. По названию понятно, что она связана с треугольниками. Как-то все происходило на местности вдоль меридиана севера на юг разбивают цепочку стыкующихся треугольников. То есть у всех этих треугольников есть одна общая сторона. Во всех треугольниках измеряют внутренние углы. И в одном из треугольников измеряют длину стороны. Эту длину стороны будут называть базисом, потому что это единственное линейное измерение, которое мы делаем. И дальше, поскольку для одного треугольника есть измеренная сторона и все углы, его можно решить. То есть найти все его длины стороны. И так поступательно можно решить все треугольники из цепочки и, в конце концов, отыскать, какой же длины эта самая цепочка треугольников, протянувшаяся с севера на юг. Вот такой вот остроумный и надежный способ измерять довольно существенные расстояния. Но поскольку наши ученые хотели сделать невероятно точные измерения, такого до них никто не делал. Это самая крупная международная геодическая экспедиция, которая только вообще существовала на тот момент, у нас начало XVIII века. Им нужны были самые лучшие инструменты. Чем мерить углы в треугольниках? Ну, казалось бы, это понятно. Для этого использовались квадраты. Это такой угломерный прибор, где есть размеченная дуга, похожая на транспортирцию четверть круга. Поэтому это все и называется квадрат. И к этой дуге крепятся подвижно две зрительные трубы. Одна зрительная труба наводится на одну цель, другая на другую, и по дуге можно определить угловое расстояние между двумя целями. Чем измерить расстояние? Эталоном длины, то есть эталонной линейкой для измерения расстояния, служил туаз. Туаз – это такая старинная французская единица длины, которая была принята во Франции. И потом, кстати, благодаря де Лилею, очень долго она была принята в России. Физически когда-то в XVII веке туазом назывался железный стержень, который был мурован в стену одного из парижских замков. И поэтому это единица длины, которая имеет физическое воплощение. Потому что если бы ученые пользовались милями, футами и дюймами, в Англии, Франции и Испании они разные, поэтому можно было бы запутаться при публикации работы. Поэтому для Луи Гадена мастер Ланглуан, такой парижски известный механик, который изготавливал инструменты, изготовил эталонный туаз. Его так и называли перуанский туаз, по которому потом Гаден будет сверять свои мерные вехи. Но требовалось еще измерить длину дуги меридиана не только в линейной мере, но и в угловой мере. То есть сколько там, 3 градуса, может быть, 3,5 градуса или, может быть, не совсем 3 градуса. Мы же не знаем, когда приезжаем на место. Для этого надо было определять широту. И вот за прибором для определения широты Гаден специально съездил в Гринвич, чтобы приобрести у мастера Джорджа Грэхэма новейший инструмент. Его называли зенитный сектор. Потом такие вещи стали называть зенитными телескопами. Но в XVIII веке они называются зенитные секторы. Это такая огромная зрительная труба против телескопа. У нее 12 фунтов. Она устанавливается подвижно в плоскости меридиана. То есть это зрительная труба, которая на палках подвешивается к крыше обсерватории, и она немножко ходит в направлении север-юг. И в нее наблюдающий человек, наблюдатель, ловит момент прохода звезды, по которой он ориентируется через меридиан, и определяет высоту этой звезды относительно зенита. Вот так выполнялось измерение широты. Одновременно, кстати, к этому наблюдателю с этой гигантской зрительной трубой должен был прилагаться помощник, который по маятниковым часам будет записывать время прохода звезды через небесный меридиан. Все это происходит ночью, потому что только ночью мы видим звезды, и все это происходит при свечах. И надо сказать, что в 1933 году это был самый новейший, самый точнейший прибор, каких еще не было в мире. Поэтому и многие его характеристики не были известны. Кстати, тот же самый мастер Джордж Крэхам очень активно занимался долгодными определениями. Многие, наверное, из тех, кто любит читать про путешествия, помнят про долгодный приз. Это премия, которую английское правительство обещало мастеру, который сумеет изготовить морской хронометр для определения долготы на море, чтобы корабли не терялись в направлении запад-восток. Так вот, человек, который в итоге выиграл долгодный приз, это Джон Гаррисон, приходился учеником мастеру Крэхэму, который, собственно, изготавливал зенитный сектор для Гаден. В то время образованных людей было очень мало, и только ты начинаешь про кого-то читать, и оказывается, что все они были знакомы. Лен, наверное, перед тем, как начать, собственно, рассказ о злоключениях наших любимых французских ученых в Южной Америке, надо раскрыть все-таки тайну, почему мы говорим сегодня именно о великих градусных экспедициях во множественном числе. Да, потому что изначально эта градусная экспедиция была одна. Напомнишь, я в самом начале рассказывала, что Луи Гаден был всего лишь рядовым ньютонянцем, а у кружка ньютонянцев был предводитель, математик Пьер Морода Мопертии. И то, что Гаден так взял и вышел с его Мопертии идеей, которую тот в какой-то момент просто постеснялся озвучивать, Мопертии очень не понравилось. И поэтому буквально через две недели после того, как ученые отплывают в Перу, Мопертии, глава парижских ньютонянцев, предлагает Академии наук другую экспедицию, альтернативу, на север. Он говорит, смотрите, эта экспедиция будет короче, потому что до Лапландии плыть не так далеко, как до Перу, безопаснее, быстрее и дешевле. А еще, поскольку Мопертии был математиком, он выпустил работу, которая обосновывала, почему с точки зрения точности наблюдений было бы выгоднее мерить не три градуса меридиана, как предлагал Гаден, а всего лишь один. То есть он взял себе, сократил в три раза работу, сделал работу дешевле, быстрее и круче, и поэтому его предложение утвердили. А еще его предложение утвердили, потому что странно, ты предлагаешь дублирующую миссию, и тебе дают на это государственные деньги. Потому что граф Морепа, который спонсировал Перуанскую экспедицию, начал получать очень неприятные вести от своих коллег-губернаторов где-то там в Атлантическом океане и из Мартиники и дальше, поскольку Луи Гаден успел поссориться со всей командой за четыре месяца путешествия, постоянно от всех требовал денег и оплаты его расходов. И говорили, что весь младший технический состав экспедиции собирается на Мартинике сойти и вернуться обратно во Францию. Я думаю, что именно поэтому Морепа утвердил альтернативную миссию. Раз уж мы тратим государственные деньги, то хоть одно из яиц попадет в корзину. Но вообще есть такая с другой стороны байка по поводу того, каким образом Аперти добился утверждения северной экспедиции. Тогда Морепа был нездоров и прикован к постели. И вот Морепа его развлекал и играл ему на гитаре и пел. Пока Морепа не согласился отправить того на феверную экспедицию. Но я думаю, что это все-таки байка. Ну, давай все-таки перейдем к нашим путешествиям в Южную Америку. По поводу конфликта Луи Гадена с командой, к сожалению, это была чистая правда. Почти сразу наметилось нездоровое противостояние команде. А у Гадена, между прочим, были все казенные деньги и все паспорта. И в этот момент он показал, что он очень неприятный и высокомерный начальник. Атмосфера была действительно нездоровой. И в ближайшем порту действительно несколько человек из художников и ассистентов собирались сойти и вернуться обратно во Францию. Когда корабль Портефе дошел до Мартинике, это одна из французских колоний на Карибах, там сделали двухнедельную остановку для того, чтобы ученые могли и отдохнуть, и привыкнуть к местному климату немножко. Предполагалось, что остановка продлится несколько недель. Так вот, там случился скандал. Гаден попросил денег у коменданта острова. Тот ему отказал. Гаден обиделся и решил немедленно отплывать и направляться на Испаньолу. Несмотря на то, что, например, его товарищ Лакантамин в этот момент лежал с приступом желтой лихорадки. Как он вспоминает, его больным, лихорадящимся, погрузили на корабль и отправили на Испаньолу. Сейчас еще остров Гаити называется. Кстати, по поводу того, почему они все оказались на Испаньоле. По договору с Филиппом V с испанской стороной французы должны были дойти до острова Испаньола, половина которой принадлежала испанцам, половина французам, высадиться на французской стороне, пешком перейти на испанскую сторону, подвергнуться тщательному таможенному досмотру, как бы что ни вышло с контрабандными товарами, присесть на испанское судно и дальше путешествовать уже вглубь континента. Но оказалось, что судно достаточных размеров, чтобы вместе 69 ящиков ученых у испанской стороны не оказалось. И поэтому, в качестве большого исключения, им разрешили дождаться какого-нибудь французского корабля, который бы дальше смог отвезти ученых изначально в Картахенную-Индийскую, туда, куда нужно. Правда, попутный корабль ждали месяца 4 или 5, потому что Луи Годен успел поссориться с капитаном предыдущего корабля, и тут уже уплыл. И, в общем, эти 4 или 5 месяцев команда развлекалась на испаньоле, и Годен снова влез в один неприятный скандал. Потому что, по слухам, он стал завсегдатой дорогой куртизанки по имени Кузан, и отказывая товарищам в деньгах на самые простые вещи, чутки и шляпы, он требовал, например, от экспозиционного художника Муранвиле без оплаты писать портреты этой Кузан от других ее товарок. И, как говорили, на 3 тысячи ливров казенных денег, это довольно большая сумма, он приобрет для этой куртизанки бриллиант. Правда, этого бриллианта никто не видел, а Луи Годен говорил, что вообще-то это деньги, которыми он расплачивался за гостиницу. Но скандал вышел знатный, потому что кто-то из коллег написал об этом жене Годена. Было неприятно. Когда мы все это исследовали с друзьями, то возник вопрос. Если у тебя начальник экспедиции такой самодур, то почему никто его не привел в чувство крепким словом или вообще просто не сошел и не отправился домой? А потому что не так-то приятно оказаться на Испаньоле без денег и документов. Потому что я напомню, Испаньола — это то место, где, в отличие от Франции, все еще существует рабство. И если только ты сделаешь небольшие долги, и сейчас, что тебя продадут в рабство на несколько лет, то, в общем-то, может быть, там в этом раз ты и погибнешь. Поэтому, как только вся группа оказалась на Испаньоле и на Карибах, уже обратного пути ни для кого не было. Но ученые все-таки дождались за четыре месяца своего нового корабля, это был бритв под названием Батур, и отправились встречаться с испанскими коллегами. Помнишь, теми самыми морскими офицерами, которых прислали для надзора. Ученые с ними встретились в Картахе на Индийской. Это находится на северном побережье Перу, сейчас это территория Колумбии. И вот тогда экспедиция впервые собралась вместе в ноябре 1935 года, то есть где-то через полгода после начала путешествия. Хорхи Хуан и Антонио Льо говорили на французском, и хотели очень понравиться самым лучшим ученым Парижа. Они были немножко разочарованы, потому что оказалось, что лучшие ученые Парижа совсем не совпадают с теми, на которых выписаны документы. Это раз. А во-вторых, они настолько перессорились друг с другом, что они разговаривают и исключительно обмениваются письмами. Более того, настроение французов было настолько подавленным, что они довольно прохладно отнеслись к Хорхи Хуану и Антонио Ульёва. И Лакантамин, например, писал, что эти молодые испанские офицеры выпячивают свою любовь к физике как модное украшение. Но, тем не менее, команде надо было как-то добраться до Кита, то место, где находится Эквадор, где предполагалось производить измерения. Сейчас это Эквадор, тогда это был Вице Королевства Перу. И добраться туда можно было двумя путями. Можно было от Картахена Индийской идти плохими дорогами на юг, в сторону Кита, а дороги были очень сезонными, их часто размывало дождями, и это, в общем, была очень тяжелая история. А можно было из Картахены добраться до Портабелла, там прийти Панамский перешей к Пасуши, потом добраться до Панамы, потом морем по Тихому океану уже дойти до Гуйкиля, это такой город-порт на Тихоокеанском побережье Южной Америки, и уже из Гуйкиля по проезжим дорогам идти до Кита. И вот это вот, что самое забавное, считалось простым и удобным путем, которым наши ученые отправили. Они, например, заглянули в Порто-Белло, прекрасный порт, это город-ярмарка, и написали о том, что это отвратительный город, где все очень плохо и при этом за очень дорого. А дело в том, что это ярмарочный город, и там три четверти домов стояли пустыми и сдавались исключительно на время ярмарок, которые происходили тогда, когда в Порто-Белло приходили галеоны. Дело в том, что, вы уже об этом рассказывали, Испания владела колониями на Филиппинах, и как доставлялись товары из Филиппин в основную Испанию. Надо было по Тихому океану дойти до Панамы и привезти на галеоне пряности, фарфор, драгоценные ткани и все остальное, чтобы везло. Дальше из Панамы дойти пешком до Порто-Белло. При помощи мулов, лодок и чего-то еще в Порто-Белло устраивалась большая ярмарка, где часть этого можно было продать, а дальше уже из Порто-Белло можно было отправляться в Кадис или куда-то еще. Так вот, поскольку ярмарка происходила один раз в год и длилась от полутора до двух месяцев, то, понятно, это был такой город, как курорт сейчас, где половина домов стоят пустыми, люди живут исключительно от сезона к сезону, и поэтому все действительно дорого и неприятно. Более того, там какой-то крайне неудачный климат, очень жарко, очень влажно, ничего не растет, и все путешественники отмечали, что там постоянно происходит эпидемия и люди болеют. В общем, наши путешественники дошли до Порто-Белло, переправились в Панаму, дальше они, по идее, сели на судно, которое должно было отвезти в Гуйкиль, но не доходя до Гуйкиля, группа разделилась, у них снова возник конфликт. Лакандамин и Буге настаивают на том, чтобы остаться в порту, который называется Манта, и посмотреть, не пойдет ли эта местность для измерения лучше, чем Кита. А Годен не согласился с этим и просто ухлыл, оставив своих коллег в неизвестном месте, в неизвестном городе, в чужой стране разбираться самим. Бывает. В общем, примерно два месяца Лакандамин и Буге наслаждались гостеприимством местных людей, им все было новинкой, им очень нравилось, они написали об этом в письмах, они рассказали очень увлекательные истории в путевых журналах и заодно измерили долготу Манты. В конце концов, Буге отправился догонять Годена, а Лакандамин решил пойти в Кита сразу, не пользуясь морским транспортом, просто через джунгли пешком напрямик. Мне кажется, гениальная идея. Местные его отговаривали, но он решил, что он ученый, смелый человек, и почему бы не дойти? Течет речка из одного города в другое поле или менее, вот по реке вполне можно добраться. Через неделю в джунглях Лакандаминов бросают индейские провожатые вместе с вещами, и он остается совсем один. Совсем один это с вещами, слугой и рабом. Лакандамин об этом пишет. Давай я процитирую. Лес такой густой, что дорогу приходилось прорубать. Я шел с компасом в одной руке и с мачете в другой. Чаще я шел пешком, чем верхом, и дождь делал каждый день. Мне также пришлось на себе нести все инструменты, в том числе квадрант, с которым раньше под большим трудом справлялись двое носильщиков. Целых восемь дней я блуждал по лесу совсем один, брошенный проводниками, из еды имея только бананы и фрукты, которые удавалось сорвать. Приступы лихорад я лечил воздержанием от еды и растениями, которые мне подсказывал здравый смысл. Мне кажется, очень эффектно, как он описывает свое дело одиночества, но вот рядом с несколькими товарищами, слугой, рабом и может быть с кем-то еще, кто был вместе с ним. Но тем не менее, как это ни странно, через пару недель блуждания по джунглям он благополучно добирается до города Кита, опоздав к условленному времени всего лишь на две недели. В этот момент, где-то в июне 1936 года, и группа Годена, и Буге, и Лакандамин собрались в Кита. И там они должны были начать свои измерения. Однако, по какой-то непонятной причине местные власти, в частности, президента Аудиенции Кита, встречают их без большого энтузиазма. Ну, мне кажется, президента Аудиенции в какой-то степени можно понять. Вот у него размеренная жизнь на территории, все хорошо, все свои, все знакомо. А тут какие-то приезжают люди непонятные, тем более французы. Он же, наверное, слышал, что с французами раньше воевали, а тут вроде бы какие-то ученые что-то хотят, непонятные у него запрашивают, помощи просят, поддержки. Ну, как бы, было бы странно. Ну, лично мне, кажется. Я думаю, да. Более того, там была очень неприятная история, потому что пока ученые по джунглям ходили и пытались добраться до Кита, капитана того самого французского корабля, на котором они добирались до Панамы. И вообще он должен был вернуться в Картахену Индийскую и оставить на ее складах багаж ученых из самых шестьдесят девять ящиков. Так вот, этого капитана поймали не в Картахене, на незаконной торговле. При этом этот самый капитан, который, разумеется, все это не сам придумал, а получил инструкции от того, что все отрицал, говорил, что эти драгоценные ткани, слоновые кости и прочие украшения это все личное имущество ученых. Он вообще-то шел доставлять это в Картахену, но просто заблудился. В общем, в итоге капитана отпустили, потому что он имеет отношение к международной научной миссии, его трогать себе дороже, но осадочек остался. И более того, эта история добралась до президента Ауди Индийской и Кита гораздо быстрее, чем сами ученые. Поэтому тот и отнесся к ним с большим подозрением. Тут есть еще другая неприятная вещь. Пока они добирались практически полтора года до города Кита, до вице-королиста Перу Каден успел потратить все деньги. И несмотря на то, что он постоянно в каждом порту запрашивал новые транши, новые кредиты, к приходу в Кита у него не осталось вообще ничего. А чтобы начинать измерение, какие-то деньги все-таки нужны. Каден вроде попытался в своей обычной манее просить золото президента Ауди Индийсии, но тот, будучи немножко настороженным, развел руками. Моя казна пуста, мы все уже отправили в Мадрид на Галеонах, я могу вам только жилье предоставить, вот свой президентский дворец. Кстати, президентский дворец очень сильно пострадал во время одного из землетрясений 30 лет назад, у него местами отключила крыша. Но зато приличия соблюдены. Так бы экспедиция могла и закончиться, не начавшись, но ситуацию спасла кондамин. Потому что он предложил до прихода очередного транша из Франции, которого все-таки ждали в конце года, спонсировать экспедицию собственных средств. У него по удивительному и приятному стечению обстоятельств имелись долговые расписки карибских банков, которыми тот заблаговременно озаботился. Только для того, чтобы получить живые деньги по этим распискам, надо было дойти до Лимы. Лима – это столица Вице-Королевства Перу, она находится на километрах в четырехстах от Кита. А для того, чтобы туда дойти, нужны живые деньги. И поэтому надо было деньги искать. Вот, кстати, лакандомин, у него был довольно большой жизненный опыт, поэтому сразу, как только он вышел из джунглей, буквально в одной сорочке, как он писал, он селится у отцов иезуитов и открывает маленькую лавочку. Он сдружился с местной знатью и начинает распродавать личное имущество. Кому? Местный знать, что? Из личного имущества. Вот кому-то он продал мемуары Академии наук за 16 век, за 17 век, пожалуйста. Кому-то продал бриллиантовое колье для супруги. Президент Ауди Енси он продал драгоценную ткань на платье. Как потом утверждал лакандомин, никакой незаконной торговли не было, это все личные вещи. Но, по счастью для ученых, они на фоне этой торговли сдружились с некоторыми местными аристократами, например, с Педро Висанте Мальдонадо. Это Крихидор, и один из вообще самых важных просветителей и ученых Перу, его называют первым ученым Кида XVIII века. И потом Мальдонадо будет много лет помогать экспедициям спортировать ее, а пока что Мальдонадо уцепился за лакандомин, потому что слушает о том, как лакандомин ходил по джунглям. Дело в том, что Мальдонадо, как представитель новой знати, очень радеет за свою родину и очень мечтает сделать прямую дорогу от Кида до Манты, чтобы был простой и быстрый путь отправлять товары туда-сюда. И вот раз лакандомин этим путем прошел, теоретически дорогу можно построить. И, кстати, он ее построит буквально через два года. Тут может быть небольшая непонятность, почему я говорю про каких-то президентов. Вот почему. Вот у нас есть вице-королевство в Перу и в XVIII веке оно занимает гигантскую территорию. Если посмотреть, это практически вся Южная Америка, за исключением Бразилии, причем небольшую ее часть. И управляет вице-королевством как следует из названия вице-король. Вице-король означает на несколько лет, обычно приезжает из самой Испании, но все равно длань вице-короля не может дотянуться во все самые забытые богом уголки. И поэтому вице-королю в управлении помогают государственные мужи, которые называются председателями аудиенции. Я их перевожу как президент, потому что на испанском это звучит как президент. И, в общем, президент аудиенции это тоже назначаемая должность обычно на 4-8 лет. И это самый влиятельный человек в регионе, что-то вроде губернатора. сегодня. А за сельские местности, там, где живет коренное индейское население, отвечают не президенты, а коррехидоры. Сам Перу в это время живет в добыче полезных ископаемых, в основном производственных тканей, экспортируют драгоценное дерево и все остальное. И, разумеется, президенты имеют техническую возможность на этом всем наживаться. Так вот, что происходило с нашими измерениями? Пока там лакондамин себе набирал деньги на поход в Лиму за деньгами, как-то не странно звучит, ученые начали пытаться проводить реконструировку, то есть пытаться выяснить, где же все-таки расположить треугольники, где же расположить базис. И оказывается, что местность в реальности куда сложнее, чем это казалось из салона в Париже, когда рассматривали карты. Кстати, старые карты, этим картам было лет по 30-40. На самом деле, в Перу высокие горы, бурные речные потоки, плохая видимость. А для базиса, то есть для той стороны треугольника, которую планируют измерить, нужна какая-то ровная долина, где можно будет расположить ровную, почти плоскую линию, ну, километров, наверное, в 12. Тогда ученых постигает первая потеря из-за неизвестной лихорадки за три дня сгорает один из младших сотрудников экспедиции, 16-летний Жак Купле. Что это была за лихорадка, никто не знает. Местные ее назвали Чепетонада, потому что Чепетонас это приезжие испанцы. Вот это одна из тех лихорадок, которыми болеют приезжие. Ученые были очень неприятно потрясены этим, но зато смерть товарища заставила их перестать грызть друг с другом и очень быстро начать работать. Они нашли хорошее место для базиса, то есть ровную долину. Кстати, это единственное место, где базис можно было расположить, потому что сегодня на месте старого базиса располагается взлетно-посадочная полоса аэропорта Кита. Они очень быстро измеряют базис, буквально за полтора месяца. То есть 12 километров они укладывают вехи стык в стык, одна за другой, мерные. И три раза в день каждую веху сверяют с талоном туаза, потому что жарко, влажно, расширилась она или наоборот она уменьшена. Надо будет проверить. Работают двумя бригадами, не потому что так точнее, а на самом деле потому что они не договорились каким методом измерять базис. Буге предложил один метод, Гаттен предложил другой, консенсус не был найден, и поэтому у нас с начала экспедиции до самого конца экспедиции есть два независимых набора измерений. Но зато к концу месяца у ученых есть длина стороны треугольника базис, расхождение у бригад причем составило 7 сантиметров на 12 километров. Это очень хорошие результаты, потому что современный электронный стихиометр предложил было 5 или 6 сантиметров на 12 километров. То есть это прямо вау-точность. И такие результаты им было не стыдно отправить в Париж, что они и делают. А в декабре 37-го года, то есть буквально через пару месяцев, из Парижа приходят первые вести, и они плохие. Во-первых, граф Морепа, от которого Гаднаждал денег, отказывает в запрошенных деньгах. Вместо этого он советует Гадену деньгами распоряжаться мудрее и хорошенько записывать, на что он их тратит. Парижа сообщает об отправке альтернативной экспедиции на север под руководством Пьера Мородом-Опертии. Мы об этом несколько минут назад уже говорили. А для ученых это означает, что та экспедиция, которая закончит свои измерения первой, и получит все лавры и всю славу. А та экспедиция, которая останется второй, неизвестно, закончится или нет, потому что денег-то им больше присылать не будут. Казалось бы, вот базис закончен, теперь надо быстренько измерить углы в треугольниках. И все это осложняется политической ситуацией в Кито. Потому что пока ученые были в горах и измерялись в базис, в Кито происходит маленький дворцовый переворот и меняется президент Аудиенции. Дело в том, что впервые в истории на должность президента Аудиенции в Кито был назначен креолец. То есть это испанец, не тот, который рожден в Испании, а тот, который рожден в колониях. Вообще, креольцев очень редко назначали на хлебные должности. Они владели землей, но считалось, что если он еще получит большую политическую власть, то может начать использовать ее в своих личных корыстных интересах. Поэтому обычно президенты назначались на 5-8 лет, приезжали из Испании, потом уезжали на другие назначения. И поскольку наша экспозиция вроде как была в хороших отношениях уже под конец усмирения базиса со старым президентом, то и Новый к ней начал относиться с большим подозрением. Он, будучи новым человеком, пытался всем вокруг доказать, что новую власть надо уважать, что он будет править жесткой рукой. А господа французы в эту схему не очень вписывались, потому что они, например, не желали обращаться к нему в вашу светлость, как ему казалось более важным, потому что это обращение низшего к высшему. Обращались к президенту ваше милость. Это обращение равных. И вот Новый президент на это обиделся и арестовал инструменты ученых, которые, наконец, дошли из многострадальной картохена индийской вместе с другим багажом. Ну, Нового президента сложно судить. Это сейчас нам кажется, что в обращениях ваша светлость, ваша милость нет такой уж большая разницы. Раньше за то, что ты перепутал, эти обращения могли и сурово наказать. Если ты, причем, не преднамеренно это сделал даже. А здесь французы, насколько я понимаю, намеренно отказывались называть его, ставить себя в положение низших, скажем так. открыто фактически бросая вызов новой власти, которая к тому же хочет все-таки власти показать свой авторитет. это, конечно, прям смело со стороны французов было. Как же эту ситуацию уладили? Честно говоря, плохо ее уладили. Попытался примирить местную власть нового президента и французов один из испанцев Антонио Льо, и он пытался договориться с президентом как свой со своим. В общем, эта попытка не очень была удачной, и она привела к тому, что Льо разгорячился, ворвался как-то утром в спальню к президенту и высказал ему все, что о нем думали. Во-первых, у президента в спальне было открыто окно на главную площадь, поэтому все окружающие эту беседу слышали. А во-вторых, в том, что Антонио Льо говорил господину президенту Арауха, фигурировало, что он думает об этой светлости, которую президент купил за 22 тысячи пес. Насколько входили слухи, что именно такую взятку 22 тысячи песа, то Арауха предложил испанскому королю за то, что тот его наградит должностью президента на несколько лет. И, в общем, из этого всего вышел еще больший скандал, причем такого размера, что Арауха объявил охоту на испанских офицеров, и тем пришлось скрываться в подвале изуитского колледжа. Правда, там перед этим возникла тоже такая ситуация, что когда Антонио Льо пришли арестовывать, за него вступился Хорхи Хуан, его товарищ, по какой-то причине один из личной гвардии президента был убит, а двое были ранены. В общем, так бы все и сидели в подвале колледжа и дули друг на друга, но дело разрешилось через несколько месяцев после личного вмешательства вице-короля Перу, господина Вильяграсия. Тот молодых испанских офицеров пожурил, президент Укита велел прости ученых и выдать им приборы без всякой оплаты. И, казалось бы, для завершения измерений всего-то и оставалось, что взять, быстренько померить углы в треугольниках, да и потом измерить разность широт между северной и южной точкой дуги Меридиана. В общем, все, можно, казалось бы, работать. Но не совсем. На работы по измерению внутренних улов треугольников закладывали 8 месяцев. Ну, это такой относительно небольшой срок. На самом деле это все растянулось на 2 года. Более того, планировали изначально 27 треугольников, потом они превратились в 33 треугольника. Потому что изначально треугольники размечали по картам по вершинам вулкана. Предполагалось, что если ты ставишь сигнал, то есть точку, которая обозначает вершину треугольника на склоне вулкана, он должен быть хорошо виден. На деле казалось, что все это совсем не так. Потому что в районе вулканов постоянно клубятся облака. Раз. Сигналы рубить не из чего. То есть нет строевого леса и все бревна, из которых ты будешь потом сколачивать свои белые сигналы и пирамиды, приходится тащить на себе. Ну, может быть, не на себе, но на индейцах, которые тебе выделили в помощь. Более того, эти пирамиды, сигналы, на которые, собственно, наблюдаются углы, регулярно крадут индейцы. Потому что приходят индейцы на вершину, видят, о, отличный строевой лес стоит, никто за ним не смотрит, вроде как никому он не нужен и уносит к себе домой. А ученый прошел 40 километров до следующего сигнала, смотрит в сторону горы и сигнала не видит. Приходится все это дело повторять. Самое неожиданное, ученые обнаружили, что на экваторе холодно. Потому что там, в Париже, казалось, что они едут в жару. А получили они в юге и холодно. Например, Антонио Льёво пишет, что воду для варки риса и мяса приходилось топить и снега. И губы были настолько замерзшие и потрескавшиеся, что как только кто-то пытался говорить, губы начинали кровить. Более того, наша французская экспедиция была первой из европейских ученых, которая столкнулась с горной болезнью. Это было для них очень неожиданно, потому что в Европе просто нет таких высот, на которых она бы активно проявлялась. И что для них было более странно и несправедливо, что горная болезнь косила самых сильных и молодых. То есть Форхи Хуана и Антонио де Ульёва. Еще одной проблемой в процессе измерений было взаимодействие с местным населением. То есть оказалось, что индейцы, которым ты платишь за каждый день работы, за то, что они за тобой таскают инструменты, строят материалы, помогают, держат, следят за мулами, индейцы могут просто все бросить и уйти к себе в деревню, несмотря на то, что ты им платишь, и оставить тебя где-нибудь на вершине, не способным ни подняться, ни спуститься. Более того, местных жителей немножко беспокоило, что эти непонятные иностранцы, говорящие на непонятном языке, делают на них в горах уже несколько лет. Что они там ищут? Они как золото ищут, потому что ради чего еще можно было такие неприятности претерпевать? И вот Лакандамин вспоминал, что к нему как-то подошел монах иезуит, который утверждал, что он, конечно же, знает, где спрятано золото и может помочь его найти, если только французская группа сможет поделиться с ним результатами своих находок. Потому что среди местных жителей бытовала легенда о том самом затерянном золоте инков, и регулярно авантюристы искали его в горах, кто-то там никогда не находил. Так что работа шла очень медленно, вместо 8 месяцев она заняла 2 года. Ученые снова не смогли договориться о том, кто и как измеряет углы, поэтому работали двумя независимыми бригадами. Была бригада Кадена и была бригада Вьера Бухея Лакандамин. 27 треугольников приводили, 33. Экспедиция ужасно устала, потому что регулярно кто-то заболевал малярией, кто-то падал, был на грани гибели, просто упав в пропасть. Но зато эти 2 года принесли нам, как потомкам, новые виды растений, новые знания о том, как устроена атмосфера. Например, был открыт эффект Гало-Ульё, это когда в горах вокруг Солнца образуется такая тройная радуга, светящийся ореол. Например, Пьер Бугея выполнил свой эксперимент по исследованию влияния притягивающих масс на отвесную линию. Оказалось, что отвес будет не просто смотреть в центр масс Земли, а будет притягиваться в сторону Большой горы, если ты находишься у её подножья. Такого раньше тоже никто не знал. И в конце концов, всё рано или поздно заканчивается, очень уставшие, но через 2 года учёные завершили работу по триангуляции, то есть по измерению углов в треугольниках. Можно было немножко отдохнуть, а для чего они отправились в город Куэнк. Это населённый пункт, который обозначает южную оконечность дуги, которую они измеряли. Что-то мне подсказывает, что и здесь отдых не выловилось хорошего, и какие-то неприятности они в очередной влипли. Честно говоря, да. Отдых толком не вышло. Вот есть ещё одно заключение, которое с ними случилось. Это заключение заслужило целой книги, которую потом напишет Лакандамин. Дело в том, что среди учёных были не только астрономы, но и авантюристы, как мы теперь знаем. У них ещё были два врача. Жан Синержи – это хирург, и Жозеф Жюсье – это ботаник. Так вот, Жан Синержи – экспозиционный врач, стал участником внутреннего конфликта двух местных креольских, то есть совсем местных, семей. Дело в том, что была семья его пациента, где он вылечил от малярии отца Дона Кесада. Дело в том, что Синержи симпатизировал семье своего пациента, и это привело к трагическим последствиям. Конфликт перетелся вокруг того, что дочь пациента бросил жених ради другой невесты, не уплотив об путного. И в результате Синержи очень эмоционально все это воспринял, потому что девушка ему нравилась, и вызвал несостоявшегося жениха на дуэль. А несостоявшийся жених вообще-то был опер-прокурором города Куэнки, то есть не последним человеком. Тот посмеялся над французом и устроил Синержи целую травлю в рамках города. Мол, что это за развратный француз, целуется с девицей при всем честном народе, при чем тут я, что он ко мне тут пристав. А общество в городе было довольно ксенофобским, иностранцев вообще-то не любило, и поэтому как-то раз в праздничный день, в воскресенье, в день кориды, а корида ознаменовала очень долгий фестиваль в честь местной святой девы Марии Снежной. Синержи, изрядно подвыпивший, бросился разбираться с обидчиками прямо на арене, куда-то должны были привезти быка. Тут немножко подробности по поводу подвыпившего. Дело в том, что, например, тот же Хорхи Хуан вспоминает, что там все местные постоянно пьют огненную воду, поскольку огненная вода, ну, вот в нашем понимании, она спасает от паразитов, улучшает аппетит, вообще помогает переваривать пищу, которая без нее очень плохо переваривается в этом неприятном климате. И вот среди самых сдержанных местных было такое понятие, как асер ла солнце или томар ла солнце, то есть выпить 11-часовую. То есть в 11 часов ты отправляешься к друзьям выпить первую чарочку, а вот самые не сдержанные начинают еще не вставая с постели. И, видимо, Синержи был из тех, кто не очень сдержанный. Короче говоря, он начал разбираться со своим обидчиком прямо на арене, его пытаются урезонить, поскольку ничего не получается. Синержи достает пистолет и говорит, что он сейчас всех застрелит, потом достает шпагу другой рукой и говорит, что сейчас всех продыряет, как пучков. Кориду отменяют. И это была просто точка невозврата, потому что народ, который сидел на трибунах и ждал любимого зрелища, бросается на доктора. Где-то в этой свалте кто-то пырнул доктора ножом, рана оказалась в печени, оказалась смертельной. И буквально через три дня доктор Синержи скончался от этой раны. Но более того, народный гнев выходит из-под контроля и, не удовлетворившись убийством доктора Синержи, кто-то начинает кричать «Бей французов!». В итоге Лакандамину в Буге приходится спасаться бегством, в процессе Буге получает кинжалом в спину и камнем в голову. Он же был не погиб из-за этого. А потом кто-то кричит «Долой иностранцев, долой плохое правительство, да здравствует хороший король!». Все это потом испанцы назовут бунт, потому что все это можно было очень хорошо подвести под восстание против короля и правительства. Именно поэтому эта история получила такой большой рязан. Поэтому четвертый год экспедиции, 1740 год, выдался очень неприятным. Французы грустили по поводу гибели своего товарища. Более того, в Куэнке им были очень не рады. Им обещали, что если они отсюда не уберутся в течение нескольких дней, то их просто зарежут дома, там, где они жили. И одну из обсерваторий, в которых они планировали наблюдать широту точки, пришлось перенести в другое место. Однако группа надеялась, что к середине 1940 года измерение уже удастся завершить. Потому что ну что такое? Измерить широту это, в общем-то, дело одной ночи, по большому счету. Надо отнаблюдать высоту одной и той же звезды, когда она проходит через меридиан на юге дуги и на севере дуги. Разность этих углов даст нам разность широты. Домой, к родным, отправились письма, газеты отправились, маленькие пресс-релизы о том, что вот в конце 1940 года, может быть, в 1941 году перуанская экспедиция вернется в Париж. Но 1940 год подходит к концу, становится понятно, что никто никуда не вернется. И, надо сказать, остается здесь экспедиция за собственный счет. Потому что французское правительство устало от того, что Луи Годен просит денег прислать постоянно и просто перестает отвечать на его письма. Очень удобно. Нет человека, нет проблем. А сам Луи Годен и Пьер Буге обнаруживают, что та звезда, которая на небосклоне, казалось бы, должна каждую ночь находиться на одном месте, она по небосклону гуляет. И все время она ходит непонятно куда. Надо это все как-то объяснить, потому что вообще-то на руках у ученых самый точный, самый хороший прибор для измерения широты. И, возможно, дело в том, что это какие-то флуктуации звезды, которые раньше просто никто не открывал. В ход пошли самые удивительные догадки вплоть до собственно движения светила, всяких хитрых протяжений планет, которые притягивают эту звезду. Но их перебирали, перебирали, перебирали. Эти варианты догадок пока не оказалось, что просто один из приборов для измерения широты, тот самый зенитный сектор Грэхэма неисправен. Когда это выяснится, уже в 41-м году, Ваегадену моет руки и вообще устранится от работ в экспозиции. К этому моменту его исключают из Академии наук в Париже, им будет некуда возвращаться, а испанский король предложит ему взять на себя руководство кафедрии математики в Лени. Так что у Ваегадена получится есть новый работодатель, ему уже нет никакого резона заканчивать миссию, которая ему лично ничего не принесет. Более того, когда коллеги попросят его сообщить результаты его измерения, они же всю дорогу мерили двумя бригадами, ну и Ваегаден пришлет свои результаты, но в виде шифра и скажет, что он ключ к этому шифру передаст только тогда, когда у Пьера Бугеева кондамина будет уже готовый результат. И фактически это такая часовая бомба, подложенная под итог миссии. Потому что если ученые на 8 лет съездили в Перу и привезли несколько разных результатов измерения, то какой же из них тот, которому можно верить и можно ли верить им вообще. И в общем получится, что все решения, которые они претерпевали, были зря. И все эти неприятности, с ней разбери их, и с тем, что непонятно, чем мерить, потому что один из зенитных секторов неисправен, они будут длиться до 1942 года. Потому что окажется, что надо сделать новый зенитный сектор, а вообще-то два, для того, чтобы точно и гарантированно хорошо измерить широту, разный широт между Куэнкой и между Китом. В общем, как бы то ни было, после 1942 года прошел год, и с начала 1943 года Буги и Лакандамин вдвоем закончили измерение широты. Лакандамин это сделал на юге, в районе Куэнки, а Буги сделал на севере, в районе Кита. И они оба отправились домой. Буги отправился на Испаньёву и дальше в Париж, а Лакандамин решил прогуляться. Гулял он по Амазонке, исследовал Амазонку, потому что он был крайне любопытный человек, и с задержкой в год на севере Буги прибыл в Париж. Вообще, возвращение французов в Париже было встречено с большим энтузиазмом. Казалось бы, арктическая миссия уже все сделала, кому бы их там ждать. Но дело в том, что Пьермо Брути, руководитель конкурирующей арктической миссии, не был астрономом. И астрономическое сообщество ему не поверило, не поверило в его результаты и ждало возвращения той самой блудной перуанской экспедиции. Именно поэтому она получила свою долю славы и известности. Однако, к сожалению, ни Лакандамин, ни Буге не смогли сделать публикацию своих работ совместной. И поэтому репутации перуанской миссии тоже был нанесен определенный ущерб. Они настолько устали друг от друга за время восьмилетних скитаний у экватора, что, оказавшись в Париже, больше не смогли друг с другом разговаривать. Поэтому Лакандамин напишет свою книгу «Измерение трех градусов дуги Меридиана» к приказу короля, Абуден напишет свою книгу под названием «Фигуру земли». Но, тем не менее, и тот, и другой получат свою долю и славы, и общественного признания. Причем, слава ученого получит в пути, а Лакандамин получит известность в салонах как популярный рассказчик. Что же случилось с другими участниками нашей миссии? Луи Годен действительно отправится в Лиму и будет работать профессором кафедры математики, а потом проявит себя как ни странно, как хороший инженер. После того, как в Лиме случится землетрясение, Луи Годен поможет отстроить город. Именно благодаря его жесткой позиции не принимать ничьего другого мнения, город станет иметь регулярную планировку улиц, и Луи Годен заставит богатых людей отказаться от красивых балконов и всяких заветушек, которые при падении в прошлый раз убили большое количество людей и животных. Так что службой Луи Годена испанский король будет вполне доволен. Хорхе Хуан и Антонио Ульё завершат измерение своей части после того, как уже Лакандамин и Буе отправятся в Париж, представят результаты своих работ королю Испании Филиппу V и после этого их будет ждать большая плодотворная карьера на Ниве военно-морского флота. Хорхе Хуан посвятит жизнь обучению гурдемаринов и через 10 лет после миссии в Перу отправится в Англию, где под личиной голландского купца будет заниматься промышленным шпионажем и сманит к себе несколько десятков английских инженеров, которые потом отстроят Испанский флот. История великих градусных экспедиций и экваториальной, о которой мы только что говорили, и арктической, которую упоминали, станет вообще в свете очень популярной. И до конца XIX века ее будут поминать в массовой культуре. Например, у Шульверна есть роман, не очень известный сейчас, под названием «Приключения трех русских и трех англичан в Южной Африке». Это те же самые градусные измерения, только не в Южной Америке, а в Южной Африке, и вместо испанцев и французов Альтер напишет «Альзиру» это пьеса с южноамериканским колоритом. Франсуазе де Графинье напишет письма перуанке. То есть, боя экспедиция это не только научные результаты, но и вообще эта атмосфера, которая является модной на данный момент среди высшего света и вообще людей, которые что-то обсуждают. Через сто лет после наших французов, уже в XIX веке, к Кита отправится вторая градусная экспедиция, чтобы повторить те же самые измерения. И будет она заниматься также восстановлением и установлением памяти об этих градусных измерениях. Через 200 лет это отправится еще одна экспедиция, правда, международная, тоже заниматься градусными измерениями. И она поставит большой памятник под названием «Середина мира», вокруг которого в XX веке сделают целый музейный комплекс города, он называется «Метад Дальмунда. Середина мира», где рассказывают историю этой экспедиции, потому что она в судьбе Эквадора сыграла довольно значительную роль. Ну а на этой ноте, я думаю, нам уже пора заканчивать. Выпуск у нас получился довольно-таки объемным, но в истории великих градусных экспедиций, я думаю, по-другому бы и не получилось. Слишком много интересных и, можно сказать, лихо закрученных деталей сюжетных, которые грех будут нам выпускать. Лен, спасибо большое. Мне было очень приятно. Мне тоже очень было приятно узнать много для себя нового. Напомню, у Лены есть подкаст «Геодезия отвага». Я прав? Да, все верно. Вот, его можно слушать, подписывайтесь. Там, как бы, мы рассказали сегодня очень многое, но, я думаю, еще больше деталей интересных можно услышать в твоих выпусках твоего подкаста. Благодарю всех тех, кто слушал историю вместе со мной. Сегодня подкаст, как вы могли заметить, был слегка в урезанном составе. У Максима под конец года навалилось очень много важной работы, но он обязательно вернется в следующем выпуске. Пока же я напомню, что для наших патронов мы стали делать расширенные версии выпусков. В них мы отвечаем на вопросы патронов. И совсем скоро, надеюсь, будем рассказывать о интересных фактах, которые по тем или иным причинам в основную версию выпуска не вписались. Еще раз спасибо, что были с нашим подкастом. Короче, история. До новых выпусков. Пока. До свидания.